Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале FAC-OFF, факультатив Андрея Корчагина Official Channel. И сегодняшний выпуск будет посвящен исключительно одному из блогеров, набирающему огромную популярность в благосфере. Зовут его Сергей Любарский, и находится он в Соединенных Штатах Америки. Если честно, я давно собирался уже сделать про него ролик, потому что я один раз отозвался на его призыв присылать ему сообщение, если кто-то хочет поучаствовать в его дискуссионном клубе, и я такое сообщение ему отправил, но ответа от него не последовало. У меня, конечно же, есть имейл, подтверждающий эту мою просьбу пригласить меня в его дискуссионный клуб, который называется у него «Дерево воли». Но, к сожалению, мой имейл, видимо, попал в дерево, там и остался, а до воли никак не добрался. Поэтому сейчас я решил сделать все-таки про него целый ролик, и причиной тому был его недавний ролик, два дня назад, по-моему, который он записал в отношении других блогеров, с которыми я волею случая оказался знаком. Поэтому я решил сделать ответ, несмотря на то, что Сергей Любарский меня игнорирует, несмотря на то, что знает о моем существовании, чему есть документальное подтверждение. Также этот мой выпуск я прошу считать моим официальным вызовом к Сергею Любарскому на дискуссию, а скорее на диспут. Ну, Сергей Любарский, когда увидит это сообщение, он поймет, в чем отличие дискуссии от диспута. К тому же в одном из своих роликов он сказал, что думает уже давно по-английски. Еще хочу сделать одну небольшую ремарку перед тем, как начать показывать фрагменты с выступлением Сергея Любарского. На мой взгляд, сейчас на наших глазах происходит выращивание, в буквальном смысле этого слова, еще одного так называемого лидера общественного мнения, который был совсем недавно, тоже на наших глазах, раздут из некого адвоката Фейгина. Выращивание это происходит примерно по такому же лекалу, который мы уже имели возможность наблюдать. Ну, вот был этот фонд борьбы с коррупцией Навального в БК, был КАЦ, вначале они вместе строили там всякие планы, потом, значит, был у них публичный конфликт, обвиняли друг друга в мошенничестве, непорядочности, и стало как бы две таких оппозиции, два крыла. Потом, значит, одно из этих крыльев слили, я имею в виду, конечно же, трагическую гибель Навального в путинской тюрьме, и остался КАЦ. Значит, Навального заменила его супруга Юля, и они стали опять действовать двумя крыльями, но одно из крыльев было явно ослаблено после потери Навального. Но цель у этих крыльев была одна, их выращивали специально для кульминационного момента достижения этой цели. Они долго к ней шли, и вот они себя реализовали, выполнили ту задачу, которую перед ними поставили их кураторы, те, кто их выращивал. А задача эта была загнать всех несочувствующих путинскому режиму на путинские же лохо-выборы. И цель была достигнута, и ФБК уже без Навального, и КАЦ активно гнали народ на участки для голосования. И создали ту самую картинку, не фиктивную, а натуральную, которая нужна была Путину. Также были Фейгин и Арестович. Фейгин поднялся именно на том, что к нему был прикреплен Арестович, как официальный представитель офиса президента Зеленского, которому как бы можно было доверять. И подписчики на его канале там буквально до нескольких миллионов за считанные дни возросли. И у них тоже была определенная цель в начале. Цель это навешивание лапши на уши украинским, в первую очередь, слушателям. И коротко эту цель можно было бы описать так. Нет ленд-лизу. То есть они рассказывали о том, что никакой ленд-лиз не нужен. Это была глобальная цель. Потом тоже как бы цель была достигнута. Ленд-лиз никакой не дали. И уже, видимо, не дадут. И поэтому их стимулировали на то, чтобы они публично тоже расконфликтовались и разошлись. К тому же вдвоем они уже надоели. И теперь Фейгинг остался на одной поляне, а Арестович на другой, уже превратившись как бы в предателя Украины. Ну, это опять-таки его так называют на той же самой Украине. Но все они тоже уже надоели. И креаторы всех этих проектов, они, конечно, это понимают. Поэтому, на мой взгляд, появилась необходимость вырастить нового лидера политического, как бы, ну, в кавычках, конечно, я беру, лидера общественного мнения, будем так говорить. И главная цель уже этого проекта, сейчас самое актуальное, показать, какой на самом деле плохой Трамп. Но не в тупую, не в лоб, как там Фейгин и всякие, Пианковский, Гордоны, и вся эта остальная пропагандистская шушера, которая уже наскучила. А как бы в обход, немножко заходя со стороны, немножко показывая некие положительные черты у Трампа, но в основном рассказывая о том, какой же он все-таки нехороший, и как плохо будет Америке, если, несмотря ни на что, выберут его. Несмотря даже на то, что он как бы лучше Байдена, но все равно очень плохо. Это такая латентная антиагитация, естественно, которая тоже приведет к тому, что большинство из слушателей, таких, значит, лидеров общественных мнений, склонятся к тому, чтобы пойти все-таки за Байдена проголосовать. Или вообще лучше не ходить, что тоже на руку, конечно же, Байдену. Сергей, разделяете ли вы мнение Андрея Корчагина, не знаю, кто это, по поводу того, что в интервью с Карлсоном Путин дал негласное одобрение Байдену по прекрасно проделанной работе сливу Украины в войне. Нет, не разделяю, я там не увидел никакого одобрения Байдену. Также одновременно я предлагаю Любарскому и по этому вопросу подискутировать мнение, по которому его мнение расходится с моим. Ну, а вообще для любого нормального человека, более-менее умеющего пользоваться интернетом, вполне очевидно, что Любарский или его помощники, у него же там ассистенты даже есть, целая команда молодых, высокопродвинутых айтишников, могли бы сразу вбить в Google мое имя и фамилию, и вылезло бы очень много информации обо мне, так что не было необходимости у Любарского говорить, что он не знает, кто это такой. Я тоже не знаю, кто такой Любарский, но я всегда могу найти информацию о нем в интернете, которой, кстати, очень-очень мало. Для того, чтобы понять его бэкграунд, там практически ничего нет. В отличие от меня, там можно всю мою биографию по интернету очень легко проследить. Любарского же все знают только по его роликам, которые он выкладывает на своем канале. Поэтому и комментировать я, конечно же, буду только то, что Сергей Любарский говорит в своих роликах, и ни в коем случае не собираюсь касаться его личности. Он сам всегда об этом говорит, что, пожалуйста, значит, дискутируйте со мной по поводу того, что я говорю, но ни в коем случае, значит, меня лично не обсуждайте. Я этого делать и не собираюсь, потому что думаю, что смысла в этом никакого нет, поскольку я ничего не знаю о нем. Я только вижу его картинку и очень-очень скудную информацию. Также одновременно я выражаю просьбу к Сергею Любарскому, если он согласится на диспут со мной в прямом эфире, то предварительно выложить где-то достаточно подробную информацию о себе, о своем бэкграунде, о своей жизни в Советском Союзе, в Америке, ну и еще где-то, если где-то он еще жил. Да, вот в Аргентине он бывал, тоже хотелось бы поподробнее, хотя я тот ролик смотрел, и у меня тоже есть некоторые вопросы по поводу его содержания. Но их, конечно, я буду задавать не сейчас, а в прямом эфире, если Любарский снизойдет до дискуссии или диспута со мной. Потому что, конечно же, это совершенно очевидно, что если человек становится таким популярным блогером, то у публики, слушающей его с замиранием дыхания, конечно же, возникает желание побольше узнать об этом человеке, о его бэкграунде. Ну, так, просто, на всякий случай, чтобы как со Светаном каким-нибудь не получилось, а то все, летчик, перелетчик, инструктор, а потом выяснилось, что в ВСУ, в Украинской армии, никто о таком летчике даже и не слыхал никогда. А вот блогером Светан стал очень сильно раскрученным. Ну, я, конечно же, практически уверен, что такого с Сергеем Любарским произойти не может, и он в скором времени честно все про себя расскажет, чтобы все мы, смотрящие и слушающие его, знали, от кого получаем такую замечательную информацию и, конечно же, аналитику. Этот ролик будет состоять из фрагментов с выдержками из выступлений на его канале Сергея Любарского и моих комментариев к этим его выступлениям. Ну, все как обычно. Вероятно, ролик получится длинный, только что начал его записывать, так что извиняюсь заранее, но прошу, тем не менее, выдержать и посмотреть. Даже лайки там, распространение, подписку в этот раз просить не буду. Главное, оставляйте ваши комментарии, потому что очень важно услышать ваше мнение о том, что вы думаете по поводу тех фрагментов из выступления Сергея Любарского, которые я буду вам демонстрировать сегодня. Начну с его недавнего выступления, которое он полностью посвятил двум моим знакомых, которых я тоже лично не знаю, никогда с ними не встречался, но познакомился через социальные сети. Это Анатолий Бравко и Андрей Азаркин. А затем обращу ваше внимание еще на некоторые более ранние фрагменты из выступлений Сергея Любарского. Начинаем с первого фрагмента, которые будут следовать в хронологическом порядке. Как и ожидалось, никто из этих блогеров не принял мой вызов на дебаты, но не хотят они дебатировать с этим негодяем, трампистом и подонком Любарским. Здесь Любарский говорит о некоторых блогерах, которые крутятся в украинской в основном благосфере и которые не хотят с ним дебатировать, хотя он вроде как им вызов бросал. Значит, также я думаю, что он имел в виду того самого Романенко, который в одном из своих эфиров открыто в ответ на вызов Любарского послал его на три буквы, что лично у меня вызвало огромное возмущение, потому что я убедился, я раньше подозревал, но потом убедился, что этот Романенко обычный жлоб, дилетант, маргинал, который вообще ничего не соображает даже в украинских делах, и вот таким образом грубо ответил человеку, который, в общем-то, с ним предлагал подискутировать на очень в то время актуальную тему. Но понятно, что у этого Романенко не было никаких аргументов, поэтому он ответил такой грубостью. Напомню, Романенко – это та тусовка, которую организовал Арестович, бывший великий патриот, а сегодня сбежавший из Украины на Запад. Так вот, в отличие от этих всех блогеров, я сам предлагаю Любарскому встретиться с ним в прямом эфире и подискутировать на всевозможные темы, там, где у нас с ним не сходится мнение, потому что есть очень много вопросов, где мы с Любарским разделяем мнение практически на 100%. Но, несмотря на это, есть вопросы, где наше мнение расходится противоположно. И вопросы эти, на мой взгляд, очень важные. В этом выпуске я некоторых из них коснусь тоже. Хотя дискутировать, конечно, не буду, а просто выскажу коротко, в чем я не согласен с Любарским и в чем его огромная ошибка и заблуждение. Еще хочу сразу заметить, что я никогда в отношении Сергея Любарского не употреблял тех слов, которыми он сам себя характеризовал в этом фрагменте. И это, на мой взгляд, важно, потому что если вдруг кто-то захочет так в отношении него сказать, то, в общем-то, будет иметь на это полное право, потому что Сергей Любарский сам себя так охарактеризовал. Я не слышал, чтобы те вот блогеры, про которых он упоминает, тоже так бы его называли такими словами. Ну, если уж он сам считает, что такие характеристики эпические к нему применимы, то это его личное дело. И я показываю пример, как в этой ситуации должен себя вести честный, моральный, принципиальный интеллектуал, которого критикуют. Критика всегда прекрасна, на критику нужно отвечать. И первая критика пришла от блогера, которого зовут Анатолий Бравко. Я понятия не имею, кто это, я понятия не имею, где он живет. Ну, здесь мы узнаем от Сергея Любарского, что одновременно с теми эпитетами, которыми он награждал себя в предыдущем фрагменте, он еще является и честным интеллектуалом, принципиальным к тому же. И это надо тоже обязательно принять во внимание. К тому же Сергей своим собственным примером морального интеллектуала показывает, как нужно себя вести в подобных ситуациях, когда подвергаешься критике. И он дальше переходит уже к Анатолию Бравко, про который говорит, что тоже понятия не имеет. Хотя перед тем, как записывать ролик про человека, мог бы очень легко про него узнать все, что хотел. Даже самым простым способом у этого Анатолия Бравко есть свой YouTube-канал. Недавно он его завел. Там можно найти координаты, детали, по которым можно с ним связаться. Мог бы сам напрямую спросить, если по каким-то причинам в интернете найти что-то трудно. Но почему-то Сергей Любарский этого не сделал. Так же, как и по отношению ко мне. Обо мне информации гораздо больше, чем от Анатолия Бравко. В том числе все российские средства массовой информации, начиная от ТАСС и НТВ, просто пестрили заголовками с моей фамилией в 2017 году, когда меня арестовали в Финляндии по запросу российского бюро Интерпола. Но Сергей Любарский почему-то предпочитает говорить, что он понятия не имеет о тех людях, в данном случае о Бравко, которых он сейчас будет выводить на экран своих уже каналов и рассказывать о нем. Любарский говорит, что он понятия не имеет, где живет этот самый Бравко, но тоже мог бы поинтересоваться, потому что это важно, потому что Бравко также живет не в той стране, в которой родился, то есть в СССР, и не в той, в которой жил, в Российской Федерации. Собственно говоря, пройдя тот же путь, что и сам Любарский, но немножко с другой стороны, потому что за границей он оказался, в отличие от Сергея Любарского, не по своей воле, что тоже важно на самом деле в данных обстоятельствах, а особенно в режиме дискуссии или диспута. Скажите честно, больше пяти минут я не выдержал, просто издевательство над моим интеллектом, просто человек говорит, медленно, с какими-то примерами, рассказами не может все-таки построить предложение. Здесь Любарский Сергей использует очень хитрый прием. Он сам постоянно, как я уже говорил, призывает всех, чтобы не критиковали его, а критиковали только то, что он говорит. А тех, кто критикует его, он грозит блокировать, банить. Наверное, так и делает. Я не знаю, не проверял, потому что ни разу его не критиковал. А сам же он по отношению к Анатолию Бравко поступает именно таким образом. Он признается, что даже не послушал то, что говорил Бравко в своем ролике. Ну, типа, интеллект его, видимо, высокий в данном случае имеется в виду, не выдержал. Хотя, может быть, как раз отсутствие интеллекта не дало возможности понять то, о чем начал говорить Бравко. И через пять минут Любарский уже перестал усваивать информацию. Хотя в том ролике, о котором идет речь, все совершенно очевидно. Ну, и опять, конечно же, вот этот переход на личности говорит человек медленно и непонятно, чего хочет сказать. А что? Говорить медленно? Это какая-то отрицательная черта характера? Это что-то такое плохое? Или надо говорить только быстро? И только быстрая речь является признаком высокого интеллекта. В этой связи можно заметить такую особенность многих людей, населяющих страны, так называемые, мультикультурные, в которой и я живу, в которой Любарский тоже живет. Вот многие люди, которые изначально были носителями другого языка, а потом начали переходить на разговорный английский, они очень часто говорят очень-очень быстро, причем перемешивают английские слова со словами своего родного языка. И создается такое впечатление, действительно, что они такие вот прямо быстроговорящие, такие прямо флюенс-ли-спикен. И это делается специально. Но я говорю это не понаслышке, потому что сам много раз с этим сталкивался, потому что когда начинаешь человека просить, чтобы он сказал то же самое помедленнее, получается просто набор слов, которые при быстром проговаривании выглядят как какая-то складная речь. Поэтому обвинение человека в том, что он медленно говорит, ну, это выглядит как-то со стороны Сергея Любарского не очень высоконравственно и даже не очень высокоморально. Но об этом мы тоже немножко попозже скажем обязательно. Будет еще один фрагмент, который имеет отношение к этой теме, к теме обращения сразу на личности, упуская вообще суть того, что, собственно говоря, можно было бы комментировать. Он же собрался комментировать критику в свой адрес, как высоконравственный, высокоморальный интеллектуал, но сразу же признался, что критику это даже не послушал, не нашел возможности. Интеллект его не справился с этим. Больше пяти минут. И поэтому он сразу же перешел на критику личности. По сути, на личные оскорбления того, кого он собрался критиковать. Но не как личность, а как контент, который эта личность представила в своем ролике. И хочу заметить, что в отличие от Любарского, я все-таки заставил свой интеллект или, может быть, отсутствие его, внимательно просмотреть весь его ролик, который я собрался критиковать. И доказательством тому является то, что я показываю вам фрагменты из этого ролика на всем его протяжении. У этого Анатолия 101 подписчиков, я не шучу, 101, не 101 тысяча, ролик набрал 837 просмотров, то есть, соответственно, в 8 раз... Не имея что сказать по существу ролика, который Любарский как бы взялся критиковать, он, значит, начал концентрировать внимание зрителей на том, что подписчиков очень мало, всего 101. И еще так ехидно заметил, я не шучу, ни 101 тысяча. Это, конечно, очень серьезный аргумент, и мериться так называемыми подписчиками, это как раз очень характерно для таких, как Романенко, который, собственно говоря, и Любарского-то тогда послал на три буквы, как бы через плечо, через губу, заметив, что чего там разговаривать-то с ним, у него там сколько подписчиков-то по сравнению с Арестовичем. И сейчас, собственно говоря, этот же самый Любарский уподобляется тому же самому Романенко. действует по лекалу, которое используют все люди, которые называют себя при этом высоконравственными и моральными интеллектуалами. Пока другой блогер, этот уже американский, Андрея Заркина, я знаю лично, по-моему, мы с ним были знакомы несколько лет назад, были на каком-то общем стриме, начал, причем это, насколько мне объяснили мои ассистенты, не первая критика в мой адрес, по-моему, это уже третий ролик за последние две недели. Здесь Сергей Любарский переходит к критике уже другого блогера, тоже моего знакомого, с которым мы вместе делали даже несколько передач, а именно Андрея Заркина, который является ветераном вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, он служил в горячих точках в качестве сержанта этой самой американской армии, принимая непосредственное участие в боевых операциях. Ну, Любарский, так бы, изображая некоторое напряжение деятельности своего высокоинтеллектуального мозга, как бы вспоминает с большим трудом, что вроде бы он знаком с Азаркиным, лично где-то они тоже вместе в каких-то передачах выступали. Это тоже такой прием специальный, который как бы показывает, должен продемонстрировать для зрителя незначительность персоны, о которой упоминает Любарский в его глазах, потому что сразу даже не может вспомнить, где они с ним когда-то пересекались. Немножко, знаете, такое чувство подозрения возникает, что Любарский ходил примерно на те же курсы риторики, что и некий Рашкин, хорошо тоже всем известный пропагандист. Слишком уж одинаковые методики они применяют с целью воздействия на подсознание своих зрителей. Да и вообще надо заметить, что биография у Любарского и Рашкина очень похожая, особенно иммиграционная ее часть. Несмотря на некоторую разницу в возрасте, покидали бывшую родину Советский Союз, они примерно по одинаковым мотивам и по очень-очень одинаковой, а практически идентичной схеме. Здесь Любарский также применяет достаточно примитивный прием. Он задает вопросы человеку на 100%, понимая, что человек ответить ему не может. потому, что это не прямой эфир, потому, что это монолог. Именно по этой причине я никогда вопросы никому не задаю в своих роликах. Вопросы задавать можно только во время прямых эфиров. Ну, или в записи. Тоже такое допускается, но всегда лучше во время прямого эфира. Но, пользуясь случаем, я отвечу на этот вопрос Любарского. Потому, что Сергей Любарский, вы не отвечаете на имейлы, посылаемые вам на ваш публичный имейл-адрес. Я об этом говорю с полной уверенностью, потому, что я вам посылал этот имейл, и, конечно же, копия у меня есть, вы мне не ответили. просить телефон другого человека у третьих лиц, это не есть правило хорошего тона. Не знаю, как в Америке, но в Харьковском, наверняка, высшем учебном заведении, где вроде как вы по имеющейся скудной информации получали какое-то образование, этому наверняка учили. Лично я никогда не прошу телефоны каких-то людей у третьих лиц, потому, что всегда понимаю, что такое возможно, если вот это третье лицо является порядочным человеком, только при наличии согласия того человека, чей телефон просится. Так что вам, Сергей Любарский, наверняка это тоже известно, поэтому ваше предложение Азаркину обращаться к Табаху или к Веллеру в данном случае выглядит совершенно неуместно. И уж совсем некорректно это делать при наличии публичного имейла, о котором вы неоднократно заявляли и сейчас заявляете. Потому что я, например, тоже мог бы у Юры Табаха попросить ваш телефон. Но зачем это делать, если есть ваш публичный имейл, которым я и воспользовался. Правда, неуспешно. Вы его проигнорировали и вообще никак не ответили. Я нахожусь в очень странном состоянии. Меня Романенки мочат за то, что я трампист. И меня сторонники Трампа мочат за то, что я не сторонник трамп. В этом фрагменте, на мой взгляд, совершенно не имеет значения контент того, что говорит Любарский. А имеет значение то, какие специфические, чисто русские слова, свойственные, кстати, Путину, если кто забыл его выражение мочить в сортире, употребляет этот самый моральный интеллектуал Любарский. Как-то не очень похоже это на человека, который думает по-английски. Да и вообще, я совершенно лично не считаю, что это слово применимо к той критике, которую высказывал тот же самый Анатолий Бравко и тот же самый Андрей Азаркин. Они просто критиковали. Я не знаю, что там делал Романенко по отношению к Любарскому и чем он его делал то самое, что Любарский говорит, но по крайней мере то, что говорили в своих роликах Бравко и Азаркин, это просто критика. Зачем Любарский употребляет такое скабрезное словечко, оставшееся видимо у него от воспоминаний из жизни в Советском Союзе совершенно непонятно, если в то же самое время он выставляет себя как бы американским интеллектуалом, думающим по-английски. Правильно, потому что моя позиция независимого журналиста, который не нравится. Этот фрагмент я показал вам лишь исключительно для того, чтобы обратить внимание, что здесь Любарский уже называет себя независимым журналистом. Это тоже некоторая немаловажная деталь. И тот факт, что Сергей Любарский назвал себя журналистом, да еще и независимым, тоже имеет некоторое значение. И вот почему. Потому что каждый журналист должен знать, что существуют правила для журналистов, такие общеполагающие, типа конституция журналиста. А в английском языке это называется journalist code of conduct. Но по-русски это правило. И там они формализованы в неком виде. Значит в Англии допустим они действуют с 1936 года, еще до Второй мировой войны. В России они тоже есть. И в Советском Союзе тоже были. И они в общем-то похожи. Разным языком написаны, но говорят об одном и том же. И я хочу просто на некоторые сейчас моменты из этого списка правил, которыми должны руководствоваться люди, которые называют себя журналистами, зачитать и посмотреть, как этими правилами руководствуются Сергей Любарский, называющий себя журналистом. Допустим, в русском варианте, я сразу хочу сказать, что я это все нашел в интернете, никакая не секретная, не закрытая информация, каждый может найти и проверить. Значит, в русском варианте звучит так, значит, проверять полученную информацию в нескольких источниках. В британском кодов контакта это звучит немножко по-другому, но смысл тот же обеспечивать, чтобы распространяемая информация была честной, точной и справедливой. Ну и возьмем сразу один пример из журналистской, так сказать, деятельности Любарского, который мне попался на глаза, не только попался на глаза, а который я сам использовал, то есть я использовал ту информацию, которую предоставил независимый журналист Любарский. Это была информация о том, что жена Зеленского, Елена, во время посещения Америки ходила в Нью-Йорк, в Нью-Йорке в какой-то дорогой ювелирный магазин, и там чуть ли не на миллион долларов покупала себе драгоценности и украшения из них. Любарский сказал это в одном из своих выпусков. Я это услышал и тоже повторил в своем выпуске. Ну, я-то себя журналистом не называю и не собираюсь. Потом, правда, после того, как я сделал этот свой выпуск, я начал проверять, и я пришел к выводу, что это фейк, и я, значит, об этом сразу же сказал. Любарский, правда, тоже через некоторое время в следующем выпуске сказал, что информация оказалась совершенно фейковой, он ее взял из какого-то совершенно фейкового интернет-издания и запустил на прослушивание широким массам. как журналист он это сделал. И у меня сейчас складывается такая ассоциация между Любарским и Латыниной. Помните, Латынина совсем недавно, как только случился террористический акт в этом Крокус Холле, она выскочила с хайпом, пытаясь естественно на нем словить все, что ей хотелось, и сделала пост в Твиттере о том, что это будет теперь катастрофой для Украины, давая понять напрямую, что Украина за этим стоит. Потом она, правда, на следующий день пост этот убрала и много извиняла в своих роликах последующих. Но, как говорится, ложечки-то нашлись, но осадок остался. На самом деле, это не просто оговорка или случайное распространение заведомо фейковой информации. Это тоже такой прием, который некоторые журналисты, нечистоплотные естественно, в основном, специально используют. Латынный ведь тоже журналист. Вначале они запускают фейк, который совершенно откровенно является фейком. Я не могу поверить, чтобы Любарский, который себя считает таким аналитиком, специалистом по обработке данных, не мог сразу понять, что по поводу жены Зеленского это фейк, потому что это было в каком-то фейковом американском издании опубликовано. А Любарский сидит в Америке и очень хорошо, он сам об этом заявляет, всегда ориентируется в той информации, которая проходит через американские средства массовой информации. И поэтому очень трудно поверить, что он ошибся. Также трудно поверить, что Латынина не понимала с самого начала, что никакого украинского следа не может быть. Но они запускают этот фейк, на следующий день приносят свои изменения, делают поправочки, но эффект все равно остается. Во-первых, следующие их репортажи не факт, что будут все смотреть, и у людей, которые просмотрели первую информацию уже в подсознании отложилось, что это действительно правдивая информация. И это самое главное, чего добиваются с помощью такого приема журналисты. Несколько независимые, сколько нечистоплотные. Так что это пример из журналистской деятельности Любарского. Я не думаю, что он сможет опровергнуть то, что я сейчас сказал. В любом случае, я приглашаю его встретиться со мной в прямом эфире, и если я что-то сказал не так сейчас, пусть опровергнет, и тогда я уже, конечно же, извинюсь. Но я почему-то уверен в том, что то, что я сейчас рассказал в качестве примера из его журналистской деятельности является абсолютным правдивым фактом. Еще есть в этих правилах такой пункт. Журналист должен воздерживаться в своих материалах от любых пренебрежительных замечаний или намеков, способных унизить человека. Его пренебрежительное отношение к Анатолию Бравко я уже показал. Немножко позже то же самое я покажу на примере его отношения к Андрею Азаркину, а еще попозже то же самое пренебрежительное отношение я покажу на примере отношения Сергея Любарского к Зое Кусковой. Это тоже блогер, не очень распространенный в сети. Это девушка, женщина, которая живет в Харькове, которая подвергается путинским обстрелам, бомбежкам постоянно. и она тоже имела неосторожность каким-то образом пересечься с Любарским, даже вместе с ним эфир какой-то делала, и он ответил после этого тем самым пренебрежением к ней, которого журналисты должны обязательно избегать при осуществлении своей журналистской деятельности. Еще раз подчеркну, Любарский сам назвал себя журналистом. Вот в этом пренебрежительном отношении Любарского к Бравко меня больше всего конечно поразило то, что Любарский поставил ему в вину то, что Анатолий Бравко медленно говорит. Есть много людей, которые медленно говорят. Знакомый Любарского Боровой очень медленно, говорит. Президент США Байден медленно говорит. Тысячи людей можно найти, которые медленно говорят. Это личное право каждого человека, неотъемлемое право говорить то, что человек хочет. И как он это хочет говорить. Хочет быстро говорить, хочет медленно. Это конкретная данность каждого человека. И никто не должен подстраиваться под какого-нибудь Любарского или другого независимого журналиста, чтобы говорить быстрее или медленнее. Некоторым кажется, что я тоже медленно говорю. Может быть, конечно, это будет причиной, по которой Любарский откажется со мной встречаться в прямом эфире. это будет нарушение на мой взгляд с его стороны как журналиста моих прав и свобод как человека, живущего в свободном мире. Но на всякий случай сразу скажу, что если Любарский захочет, то я могу говорить с ним конкретно очень быстро, гораздо быстрее, чем он. Ибрагим может быть хорошо, может быть плохо, вы не знаете, тогда вам мой ответ ничего не скажет. Вот это уже низко и мерзко. Правильный ответ на этот вопрос Ибрагим Иванов, ссылочка на его ролик, который я критикую, находится в описании. Пойдите посмотрите его канал и примите свое мнение. Любарский определяет ответ Андрея Азаркина одному из зрителей, что он типа если не знает кто такой Любарский, ну чего тогда, какой смысл отвечать. Любарский определяет этот ответ низким и мерзким и учит как надо было ответить, что если типа не знаете, вот вам ссылка и сходите на его канал. То есть как бы Любарский учит Азаркина, что вместо такого ответа надо было заняться рекламой канала Любарского. Сразу же конечно возникает вопрос, но не к Любарскому, поскольку его здесь нет, он ответить не может, а просто так сам собой напрашивается, а почему Любарский точно так же допустим не отправил зрителя, который ему в прямом эфире задал вопрос про меня, назвав имя, фамилию, не отправил это ссылку всем, кто как и он меня не знает на мой канал. Тоже можно тогда сказать, что поведение Любарского в отношении меня, который просто сказал, что он не знает, кто я такой, низкое и мерзкое, но я так не говорю, я называю такое отношение пренебрежительным, с одной стороны, это мягко говоря, а с другой стороны лицемерным, потому что нет ничего проще в течение двух секунд зайти в поиск в гугле, набрать мое имя, фамилию и сразу же получить огромное количество ссылок, чтобы узнать, кто я такой. Дальше в этом же ролике Сергей Любарский переходит к главной теме, которую, в общем-то, он старается всегда тем или иным путем затронуть, несмотря на тему основную, которую он обозначает в своих выпусках. Это, конечно же, тема Трампа, потому что, еще раз выскажу свое предположение, подчеркну, что это сугубо мое личное мнение, что основная задача проекта Сергей Любарский это налить как можно больше дерьма на голову Трампа. Но не прямыми нападками, как многие это делают, как тот же Рашкин, Швец, которые тоже сидят в Америке и занимаются этим впрямую, а обходными путями, как бы невзначай, как бы по ходу, как бы обсуждая другие темы, он значит обязательно что-нибудь скажет про Трампа. Вот и в этом ролике получилось так же. Смотрим первый фрагмент про Трампа. Да, но перед этим вот еще одна примечательная фраза от Любарского, которую я чуть не пропустил. Итак, мои левые критики не хотят дебатов, мои правые критики не хотят дебатов. Да что ж со мной не так? Никто не хочет со мной на дебаты. Любарский утверждает, что никто не хочет с ним в дебаты вступать. Ни слева оппоненты, ни справа. Вот я очередной раз повторяю, что я предлагал вам, Сергей Любарский, в очень вежливом письме через вашу электронную почту поучаствовать в дебатах со мной. Вернее, пригласить меня в ваш дискуссионный так называемый клуб. Вот это самое дерево воли. Для того, чтобы подискутировать по конкретным вопросам. Я даже написал по какому вопросу я не согласен. Я в какой-то момент зачитаю это письмо не в этом выпуске, а потом, потому что на этом, видимо, все не закончится. Ну, и Любарский как бы задает вопрос такой в пространство. Да что ж со мной не так с ним, в принципе, что никто не хочет с ним дискутировать. Я еще раз говорю, Сергей Любарский, я готов с вами дискутировать. А не так с вами лишь одно. Вы сами избегаете дискуссий с теми, кого вам явно не удастся вот так просто за... Не буду повторять то слово, которое вы употребляли к другим блогерам якобы они хотели вас это самое сделать. Нет, еще раз повторюсь, они вас просто критиковали. А вот этим самым на букву мы занимаетесь в общем-то вы. Поэтому все с вами так, кроме одного. Вы избегаете сложных дискуссий. Так что приглашаю вас еще раз уже со счета сбился в который. Но сейчас наконец-то Любарский о Трампе. Но в Америке каризма президента и его манера общаться имеет огромное значение. И первый вам ответ на ваш вопрос почему же мне так не нравится Трамп он не обладает каризмой он ведет себя мерзко и в подтверждение все тоже его personal skills interpersonal он девайсив он разделяет а не объединяет людей. Здесь Любарский с видом такого опытного академика можно сказать гуру утверждает что у Трампа нет так называемой каризмы в русском произношении харизмы и на мой взгляд вот в этом высказывании за обликом этого академически подкованного вещателя журналиста прослеживается абсолютный дилетант который никогда видимо лично не участвовал ни в каких политических баталиях я имею ввиду сам никуда не избирался поэтому понятия не имеет что такое харизма потому что Трамп как раз тот человек у которого этой самой харизмы выше крыши как говорится и я это говорю с полной уверенностью потому что сам-то я принимал участие в политических баталиях я сам избирался без всяких политтехнологов я прекрасно знаю что такое харизма и у кого она есть и у кого ее нету на фоне всех остальных политических фигур болтающихся сегодня в политическом болоте Америки Трамп как раз обладает наивысшей харизмой Любарский утверждает что Трамп по его мнению и это является причиной почему Трамп ему не нравится ведет себя мерзко ну это естественно оскорбление как бы человека но во время политических баталий это вполне допускается и ничего страшного в этом нет но естественно это является одновременно как бы с оценочным осуждением Любарского элементом пропаганды то есть многих многим людям которые слушают и верят Любарскому будет казаться что действительно это факт Трамп оказывается ведет себя мерзко но примеров мерзкого поведения Любарский не показывает дальше мы посмотрим фрагмент который он использует в своей передаче как бы для подтверждения какого-то мерзкого поведения Трампа но на самом деле этот фрагмент вовсе не об этом утверждение Любарского о том что Трамп девайсив якобы разделяет а не объединяет людей с точки зрения журналистской этики является абсолютной ложью в отношении Трампа потому что Трамп как раз объединяет людей иначе чем объяснить то огромное количество избирателей которые отдавали за него голоса в 2016 году в 2020 году и он не стал президентом вновь только из-за фальсификации а также чем объяснить огромное количество подписчиков около 100 миллионов по-моему было на его аккаунт в Твиттере который был незаконно заблокирован разве это не объединение людей но отличительная особенность Трампа в том что он объединяет людей не на основе каких-то вымышленных фейковых идей и несбыточных обещаний а на основе реальных дел вокруг него объединяются те кто видит что это человек не только слово но и дело и все свои слова подтверждает делами но Любарский использует опять-таки приемчик такой он нигде не оговаривает что это его личное сугубо персональное мнение а делает это утверждение как будто это общепризнанный факт тем самым в общем-то нарушая ту самую журналистскую этику те самые правила тот самый код в кондакт для журналистов я думаю что Любарский когда посмотрит этот выпуск он найдет возможность и время зайти в эти правила и почитать их внимательней прежде чем называть себя журналистом а вот собственно и кадры с Трампом на основе которых Любарский видимо и называет поведение Трампа значит мерзким мы вели кампанию целый год и я уничтожил своих конкурентов понимаете и они сказали сэр пожалуйста не говорите так об этих людях они республиканцы я сказал что мне плевать они ужасные я сказал мне все равно и чего в этом поведении мерзкого Трамп выступает перед своими сторонниками на очередном митинге рассказывает о своей победе над конкурентами внутри республиканской партии выражается в достаточно таких жестких фразах ну что это нормальная риторика во время политической борьбы а забыл уже наверное Сергей Любарский как тот же самый Байден постоянно оскорблял и обзывал Трампа в 2020 году марионеткой Путина его называл да и сейчас тоже он выражается в отношении Трампа как раз мерзкими словами но я как-то пропустил наверное что Любарский где-то на это обращает внимание а то что Трамп сейчас жестко говорит в отношении своих конкурентов по республиканской партии так это одно и то же и правильно делает что говорит что плевать он хотел на то что они тоже республиканцы они его конкуренты это политическая борьба более того но Любарский навряд ли об этом что-нибудь знает и думал более того вот это вот партийная система выборов давно уже себя изжила и совершенно очевидно что не партии сейчас борется своими программами идеями за умы избирателей а борется личности которые просто вынуждены вписываться пока в эту партийную выборную систему пока она не отменена что в скором времени наверняка случится потому что изначально эта выборная система была основана ни на каком ни на партийном принципе партии это даже не было в то время когда организовывали Соединенные Штаты Америки а выбирали как раз личности способных возглавить народные массы и повести их вместе к процветанию той страны в которой они живут более гораздо мерзкой как раз является надпись которую сделал этот самый force breaking news в качестве надписи на этом выступлении Трампа понятно что эта левацкая пропагандистская конторка она совершенно не импонирует Трампу поэтому пытается его речи облекать в такую неприятную для глаза оболочку но на это почему-то Любарский внимания не обратил а речь Трампа ему показалась мерзкой хотя она совершенно нормальная и Трамп совершенно правильно делает что так говорит и видно что люди которые пришли на эту встречу с ним поддерживают его слова естественно что Трамп выбираясь на этих выборах пока что внутри партии он обязан побеждать своих конкурентов слово уничтожить которое он употребляет естественно образное и оно просто говорит о том что он как конкурентов для себя их уничтожил но они остались все равно с ним внутри той самой партии они отдали свои голоса ему все кстати кроме вот этой самой Ники Хейли которая не сделала этого напрямую а высказалась каким-то очень завуалированным образом но это сейчас не имеет значения не об этом мы говорим а говорим мы о том что Любарский также начинает подмахивать этому самому Форбсу и называть в общем действия совершенно нормальные легитимные в рамках приличия действия Трампа мерзким поведением и это конечно же сразу же говорит о том что проект Любарский направлен на то чтобы поливать продолжать Трампа всяческим дерьмом кстати вот эти вот слова которые написаны на заголовке к этой речи Трампа внизу они примерно то и означают и вот Любарский пропагандируя эти форбовские лейблы как раз занимается тем для чего по всей вероятности создан его проект проект Любарский для того чтобы поливать дерьмом Трампа таким вот латентным изощренным способом Трамп рискованный кандидат он непопулярен частично это заслуга его характера он нарциссист и девайсев и вот здесь Любарский пользуясь его терминологией опять применяет мерзкий приемчик который собственно говоря журналисты не должны никогда применять он дает такую жесткую обидную оскорбительную характеристику человека и делает это как утверждение как будто это факт который значит известен всем и принят всеми за основу особенно конечно про нарциссизм смешно звучит из уст этого самого Любарского который по-моему этой мерзкой болезнью страдает ну даже больше чем Фейген можно так сказать здесь он своего подельника по ремеслу лидерства общественных мнений даже переплюнул ну а вот про это девайсив это опять то же самое что он уже говорил типа Трамп разобщает людей нет на самом деле такие как Сергей Любарский разобщают людей и делают это не в силу своего характера а потому что цель такая у них в рамках видимо какого-то проекта при любом другом кандидате нежели Байден Трамп с большой долей вероятности проигрывает и тогда вы будете сидеть Азаркин через год и рассказывать в своем блоге как нас снова обманули плохие демократы а мне ваши рассказы не интересны очередным мерзким приемчиком видимо из той же методички по которой обучали Рашкина Любарский принижает сразу и Трампа и Азаркина заодно значит там в предыдущей части его фразы говорится о том что если допустим демократы поменяют быстро Байдена на кого-нибудь другого например на Мишель Обаму то Трамп точно проиграет на мой взгляд это в чистом виде оскорбления Трампа потому что Трамп по сравнению с Мишель Обамой которая ничем никогда в жизни себя не проявила только лишь тем насколько я помню что высаживала морковку где-то там в гардене около белого дома ни в политике ни в хозяйственных каких-то административных делах естественно она ничего не понимает ну как впрочем и ее супруг который за 8 лет умудрился из Америки некогда первого государства в мире сделать некое подобие такой республики на букву Б не буду произносить на всякий случай этого слова и вот значит этот Любарский таким приемчиком мерзким ставит Мишель Обаму и Трампа в один ряд хотя на самом деле конечно же не факт что Трамп может проиграть какой-то Мишель Обаме это вообще абсурд конечно если опять демократы сфальсифицируют выборы то конечно такое возможно с точки зрения любого здравомыслящего человека тем более американца а Любарский кстати американец такое невозможно себе представить но Любарский об этом говорит на полном серьезе и сразу же делает плевок в сторону Азаркина типа вы Азаркин будете потом сидеть и в своем блоге рассказывать что опять обманули демократы если Азаркин будет так делать на мой взгляд будет делать совершенно правильно потому что такой расклад который описывает Любарский что поставит вместо Байдена Мишель Обаму и тогда Трамп проиграет действительно будет означать только одно что опять демократы обманули американцев и обманули кстати благодаря таким как Любарский ну про Рашкина со Швецом я уж на всякий случай тоже не говорил а самому Любарскому рассказы Азаркина не интересны это тоже своего рода пренебрежение потому что вроде бы Азаркин таким образом в его адрес не отзывался ну рассказы и рассказы если не интересны тебе чьи-то рассказы просто ты их не слушай и не смотри а зачем об этом пренебрежение публично высказывать разве как только не для публичного принижения и такого латентного оскорбления я считаю вопрос по Украине ключевым вопросом этих выборов ну а здесь я пожалуй немножко поспорю уже с Любарским заочно вот говоря о том что он считает ключевым вопросом этих выборов вопрос Украине он вопрос Украины он демонстрирует свою полную некомпетентность и глубокий такой дилетантизм в вопросах вообще происходящих в Америке в первую очередь хотя сам вроде как американец должен понимать что вопрос Украины как бы кто не хотел но ключевым сейчас не считается потому что гораздо более ключевой вопрос это вопрос Израиля его сохранение вообще как государство которое сегодня стоит также на повестке дня из-за того что фактически все ополчились против Израиля самая главная байденовская администрация но еще более главным вопросом этих выборов является вопрос сохранения самой Америки мне лично это совершенно ясно представляется даже из Лондона потому что в Лондоне в Великобритании точнее точно такая же проблема это вопрос сохранения вот идентичности той традиционной этих стран Америки и Великобритании того самого англо-саксонского мира потому что он сегодня захватывается изнутри пришельцами пришельцами из другого мира имеется в виду не из других галактик других планет а вот из того мусульманского мира который разрушает мир традиционный англо-саксонский изнутри и Любарский не может этого не понимать но я просто не верю в это но даже если предположить что у него самый высокий в мире интеллект как он видимо считает все равно даже если этот высочайший интеллект немножко заставить работать он поймет что наибольшая опасность там внутри Америки это те миллионы нелегалов которые сегодня заполонили Америку и сегодня основная борьба между демократами и республиканцами как раз на этой поляне разворачивается сохранение обеспечения безопасности границ между Америкой и вот тем другим чуждым Америке миром но Любарский зачем-то сосредотачивается на Украине здесь вообще по-моему никакого интеллекта не надо для того чтобы понять что если разрушат изнутри Америку то Украине никто не поможет и только вопрос который должен стоять первым на повестке дня вопрос сохранности сохранения самой Америки дальше уже влечет за собой вопрос все вопросы касающиеся Украины ну конечно в первую очередь помощи Украине поэтому высказывая такие мысли как бы походя между прочим ну Любарский я говорю или он демонстрирует свою полную некомпетентность или гораздо хуже он понимает на самом деле в чем дело но играет совсем на другой поляне не на той на которой сегодня на мой взгляд должно играть все нормальное разумное американское общество это сохранение своей страны сохранение себя это зависит от того будут ли безопасны границы и будут ли они находиться на замке для нелегальных иммигрантов я считаю что существует три позиции позиция Ники Хели и позиция большинства лидеров республиканской партии дать Украине ленд-лиз существует позиция Байдена давать по каплям бесконечно долго и существует позиция Трампа она же позиция Роберта Кеннеди заставить обе стороны прекратить войну признав поражение Украины и отдав Путину какие-то территории здесь снова придется вступать уже в диспут с Любарским хоть и заочно но что поделать он высказал свою позицию я ему возражаю надеюсь что если он не побоится все-таки встретиться со мной в прямом эфире то мы подиспутируем и этот вопрос а сейчас я просто сам выскажу свою позицию во-первых он говорит о трех вариантах как бы трех позициях которые существуют в американском эстеблишменте и которые выражают три различных подхода к украинскому вопросу и первая позиция это позиция Ники Хейли и большинства республиканской партии то есть Любарский как бы ставит уже Ники Хейли во главе республиканской партии как будто она играет там какую-то особую роль до того как она выставила свою кандидатуру на прайзмерис по всей вероятности это был такой своеобразный троянский конь женского рода засланный как раз демократами под видом республиканца для того чтобы вредить Трампу хотя было понятно сразу что она не сможет составить ему конкуренцию и просто разводить его на деньги потому что он вынужден был тратить на эту борьбу с ней бессмысленную бессмысленную с ее стороны конечно же тоже деньги которых у него и так нет потому что его просто грабят на глазах у всего населения земного шара используя судебную систему те же самые демократы про которых Азаркин говорит что они плохие и что они воруют победу у республиканцев Азаркин говорит совершенно верно и вот они сейчас воруют у Трампа деньги путем подсовывания таких вот троянских коней на самом деле это Ники Хель абсолютная демократка по всем своим воззрениям и ее подсунули Трампу под видом республиканки для того чтобы она просто мешалась у него под ногами путалась не представляя из себя никакой реальной конкурентки и вот это ее позиция что типа дать ленд-лиз Украине это не ее позиция это была позиция как раз той части республиканской партии которая относится больше Трамп когда республиканцы внесли законопроект о ленд-лизе в Конгресс и я что-то не помню чтобы одним из инициаторов этого законопроекта была Ники Хелли может быть конечно я что-то упустил но Любарский меня в любом случае сможет поправить когда мы с ним встретимся в прямом эфире для дебатов по поводу позиции Байдена озвученной Любарским не буду даже спорить просто я бы даже усугубил это в выражениях не то что по капле а по такой попипеточной по микроскопической капле и надо было бы еще добавить для чего он это делает для того чтобы медленно истощить Украину а картинку показывать как будто бы он ей помогает на самом деле то есть такой циничный развод абсолютное предательство украинского народа и все это американцу Любарскому стоило бы говорить прямым текстом а не завуалированно но видимо концепция проекта этого не позволяет а дальше по поводу позиции Трампа которую он совместил абсолютно с позиции Роберта Кеннеди я кстати особо не вдавался в подробности позиции Роберта Кеннеди потому что это не имеет сейчас особого значения чтобы тратить на это время а вот по поводу позиции Трампа Ну Любарский на мой взгляд просто передергивает мягко говоря воздержусь пока от употребления других выражений не помню чтобы в каких-то своих передачах Любарский пользуясь переводчиком искусственного интеллекта показывал бы речи Трампа с этим самым переводом или просто на английском языке где бы Трамп высказывал такую позицию что он намерен заставить обе стороны подписать мирное соглашение путем передачи Путину каких-то территорий Украины во-первых Любарский здесь противоречит даже самому себе ну в том смысле что он говорит речь которая содержит внутри уже себя противоречия для исполнения такой позиции зачем Путин чего-то надо заставлять Путин и так на это согласен он хочет забрать территорию Путина не надо заставлять получается что надо заставить как раз Украину отдать Путину территории но Трамп такого никогда не говорил наоборот он говорил что в рамках своего плана прекратить войну в течение 24 часов он Путину скажет что даст Украине столько оружия столько денег сколько у нее никогда не было и сколько у Путина тоже нет именно это заставит Путина пойти на перемирие но на самом деле ситуация гораздо глубже Любарский тоже не хочет почему-то ее до конца раскапывать чем дольше Байден остается у власти в Белом доме тем усугубляется ситуация на фронтах в Украине и внутренний кризис Украины также усугубляется и все это прекрасно понимают я не верю что Любарский этого не понимает поэтому то что Трамп говорил полгода назад что он сможет закончить эту войну за 24 часа вполне возможно к моменту его вероятного возможного прихода в Белый дом уже будет невыполнима потому что Байден сейчас делает все для того чтобы этот конфликт невозможно было войну здесь я оговорился конечно же какой-то конфликт это самая настоящая война которую Зеленский почему-то не объявляет так вот Байден делает все чтобы эту войну просто так было уже не остановить и вполне возможно что она будет эскалирована эта война еще во время как раз пребывания Байдена в Белом доме потому что Путин будет использовать именно эту возможность при Трампе он уже никакую эскалацию не пойдет так что не знаю зачем не буду пока строить никаких предположений но с данным случае Любарский опять-таки с видом академика делает утверждение о том что у Трампа есть план отдать территории украинские Путину хотя Трамп таких планов никогда не говорил это конечно тоже предмет для диспута с Любарским если он конечно состоится пока же просто обращаюсь к Любарскому заочно если у него есть кадры записей выступлений публичных Трампа с такими словами где он говорит что заставит Украину отдать территории то большая просьба пожалуйста эти кадры показать в эфире в одном из своих выпусков ну если конечно Любарский услышит или может быть кто-нибудь ему передаст что вот есть такой значит очень маленький блогер Андрей Корчагин и он передает просьбу показать кадры с выступлениями Трампа где Трамп говорит что он заставит Украину отдать свои территории если даже Любарский скажет опять что он не знает кто это такой тем не менее все-таки очень хотелось бы чтобы он эти кадры показал а мы эти кадры конечно же обязательно посмотрим вместе кстати с Андреем Азаркиным который как бы в Америке находится а я в Британии для того чтобы разобраться что же там на самом деле Трамп говорил по поводу передачи украинских территорий Путину если конечно он такое говорил как это утверждает Любарский я полностью подчеркиваю полностью и безоговорочно в этом вопросе согласен с позицией Ники Хелли которая считает что это будет началом мировой катастрофы это судецкий кризис и Гитлер получит судецкую землю этого делать нельзя и Трамп в этом своей отношении к Украине меня категорически не устраивает мы через пять лет получим войну в Европе потому что Трамп хочет играться в миротворца ну и здесь тоже конечно же есть что возразить Любарскому который с таким пафосом еще делая такое строгое лицо учителя физкультуры в начальных классах школы значит полностью повторив два раза эту фразу соглашается с позицией Ники Хелли так вот мой аргумент заключается в следующем у Ники Хелли вообще нет никакой позиции по поводу Украины потому что она шла на эти праймерис в качестве троянского коня она прекрасно понимала что ей ничего не светит и она могла говорить любые самые что ни на есть популистские а самое главное безответственные лозунги потому что она точно знала что ей-то выполнять их точно не придется поэтому она и делала такие заявления которые уже абсолютно ясно сейчас являются невыполнимыми поэтому Любарский Сергей здесь просто передергивает и делает ситуацию поставленной с ног на голову своей поддержкой Ники Хелли он лишний раз подтверждает что он к сожалению огромный дилетант в первую в очередь в тех делах которые реально сегодня творятся в Украине ну и про Америку тоже к сожалению видимо он мало что понимает если действительно считает что Ники Хелли делала свои заявления на каком-то полном серьезе нет она это делала шутя походя лишь для того чтобы навредить Трампу это совершенно очевидно что она не собиралась никакие из своих лозунгов выполнять потому что точно знала что ей президенты не пройти по крайней мере в этом текущем моменте может быть конечно в каком-то будущем мечта Любарского сбудется потому что насколько я помню в каком-то из от них своих выступлений он говорил что очень было бы хорошо с его точки зрения если бы вот это самое Ники Хейли и стала бы президентом во-первых первая женщина в истории Америки а во-вторых самое главное что она не белая наконец-то потому что действительно эти белые в качестве президентов Америки видимо Любарскому уже очень надоели поэтому он так усердно топил за эту Ники Хейли и сейчас продолжает собственно говоря играя на ее популистских невыполнимых лозунгах как бы показывать какой по сравнению с ней плохой Трамп который оказывается говорил что хочет отдать территории Украины Путину и заставить значит Украину признать поражение я не помню чтобы Трамп такое говорил если кто-то найдет ну в случае что Любавский не услышит этой моей просьбы то пожалуйста дайте линк на эту информацию то что Любарский предсказывает какую-то мировую катастрофу тоже свидетельствует о том что он плохо разбирается в текущем моменте мировая катастрофа уже началась уважаемый Сергей Любарский она началась внутри Америки внутри Евросоюза и внутри Великобритании потому что критическая масса нелегальных иммигрантов уже подошла к своему пределу и в этом самая главная мировая катастрофа но Любарский как бы этого не замечает его мечтой остается увидеть на посту президента Соединенных Штатов женщину самое главное чтобы не белая была ни в коем случае одну такую женщину кстати мы можем наблюдать правда пока что в статусе вице-президента и она как-то не очень за эти годы правления Байдена проявила себя обозначившись только очень ярко в одном своей неудержимой позиции поддерживать вот этих людей которые называют себя жителями сектора газа а на самом деле являются в подавляющей массе террористами которые совершили ужасный террористический налет 7 октября прошлого года на землю предков Сергея Любарского война в Европе через пять лет по мнению Любарского разразится по той причине что Трамп оказывается хочет играться в миротворство здесь я могу с полной уверенностью сказать что Трамп в миротворце никогда не игрался когда был президентом Соединенных Штатов с 2016 до 2020 года он был этим самым миротворством миротворцем потому что во время его нахождения на посту президента нигде не началась ни одна война более того война на территории Украины которая проходила на линии соприкосновения значит в Донецкой и Луганской областях она практически затихла потому что было самое минимальное количество убитых украинских бойцов именно в это время не было всплесков активности террористов из сектора Газа или западного берега реки Иордан ни о каких хуситах никто не слышал ИГИЛ был разбит и подавлен из Афганистана американская армия не убегала позорно как это было сделано при Байдене поэтому утверждение Любарского о том что Трамп хочет играться в миротворца это самое настоящее унижение оскорбление и клевета против Трампа потому что он никогда в миротворство не игрался он был настоящим миротворцем ну а то что касается войны в Европе то Любарский видимо тоже никак этого заметить не может война в Европе уже идет полным ходом с 24 февраля 2022 года Украина находится в Европе и там идет война но Любарский постоянно говорит что он такой защитник Украины но почему-то до сих пор не понял что в Европе идет самая настоящая война а еще война идет внутри Европы это война нелегальных иммигрантов и других радикальных фанатичных религиозных образований с той самой Европой изнутри так же как в Америке она тоже идет изнутри путем загоняя туда миллионов десятков миллионов уже нелегальных иммигрантов это тоже самая настоящая война странно что Сергей Любарский ее не замечает своим академическим интеллектом вот это вот немножко такое надрывное заявление Любарского что Трамп его не устраивает своим отношением к Украине вызывает очень большое удивление каким именно отношением Трамп не устраивает Любарского к Украине тем что Трамп был президентом который отменил вето которая лежала на Украине по поставкам ей летального вооружения и начал поставлять это вооружение джавелины стингеры снайперские винтовки и все что нужно на поле боя этим отношением Трамп не устраивает то что Трамп был среди тех республиканцев которые инициировали закон Оланд-Лизи этим отношением к Украине Любарский не устраивает Любарского не устраивает Трамп тем что Трамп заблокировал Северный поток 2 этим не устраивает Трамп Любарского чем конкретно не устраивает каким отношением то есть не приводя никаких фактов плохого отношения Трампа к Украине Любарский заявляет утвердительно что его Трамп не устраивает своим отношением к Украине а кто же тогда устраивает Ники Хейли которая вообще никакого отношения к Украине не имела и иметь не собирается в этом можно быть уверенным в каком бы статусе она не находилась или может быть Трамп не устраивает Любарского своим жестким отношением к контролю за теми средствами финансовыми конечно же которые предоставляются Украине со стороны Соединенных Штатов и которые к сожалению разворовываются в огромном количестве это отношение к Украине Любарского может быть не устраивает поэтому конечно же этот вопрос я обязательно задам Любарскому если удастся с ним встретиться в прямом эфире чтобы он детализировал какое конкретно отношение Трампа к Украине его категорически не устраивает Любарского не устраивает конечно же обязательно с доказательной базой это нужно сделать так что уже я даю Любарскому фору собственно говоря давая ему возможность подготовиться подобрать фактуру для того чтобы показать ее в прямом эфире для того чтобы обосновать свое негативное отношение к Трампу потому что у Трампа плохое отношение к Украине то есть Любарский в принципе должен доказать в чем заключается плохое отношение Трампа к Украине если он это докажет что решать конечно буду не я а зрители то я просто с большим интересом на это посмотрю очень неплохо для Трампа чтобы Трамп сказал черт побери что он готов помогать Украине пришлите мне хоть один ролик где Трамп говорит что-либо о помощи Украине Любарский советует Трампу сказать хоть что-то про Украину то есть он такой советчик двайсер для Трампа как будто Трамп без Любарского не знает что ему говорить но Любарский настаивает чтобы Трамп сказал ему хоть что-то про Украину а именно что он будет помогать Украине и Любарский просит чтобы ему прислали хоть один ролик где Трамп об этом говорит у меня вопрос как бы не конкретно к Любарскому а вообще в пространство для всех кто услышит а зачем Трамп должен об этом говорить если он уже своими делами показал как он помогает Украине он был первым из всех западных лидеров который дал Украине летальное оружие это разве не было помощью Украине или с точки зрения Любарского это было то же самое что одеяло и какие-то там шерстяные носки от Обамы призывать сейчас Трампа говорить вот заявить просто декларировать как это делает популистка совершенно безответственная Ники Хейли о том что он будет помогать Украине это зачем нужно Любарскому Трамп не такой человек который говорит одно а делает другое он это доказал уже всеми четырьмя годами своего нахождения в Белом доме он за каждое практически свое слово ответил и все что он говорил он практически все успел делать но кое на что времени конечно не хватило например не хватило времени у него достроить эту самую стену между штатами и Мексикой но он начал ее строить он сказал что не будет северного потока 2 и он поставил жесткий блок на этот проект поэтому Трампу нет необходимости что-то декларировать просто так он всегда делает гораздо больше чем говорит ну а для таких людей как Сергей Любарский к сожалению видимо гораздо важнее что-то говорить а делать это или не делать это уже как карта как говорится ляжет куда ветер подует туда и пойдем делать а если не подует туда то можно просто сказать делают пускай другие поэтому я как бы в ответ на призыв Любарского прислать ему хоть один ролик где Трамп говорит о помощи Украины Украине в свою очередь обращаюсь к Любарскому прислать хоть один ролик где Трамп говорит что он помогать Украине не собирается хотя уже помогал и очень много по крайней мере гораздо больше чем любые другие лидеры западных стран вот в те годы между 2016 и 2020 когда никакой войны нигде не было и когда Трамп выступал в роли реального миротворства миротворца а самое главное не было войны и терактов на родине предков Сергея Любарского в том самом Израиле пока президентом был Трамп в Соединенных Штатах Америки где живет Сергей Любарский по имеющейся у меня на текущий момент информации Трамп принимает или адвокатирует и предполагает с моей точки зрения катастрофически неправильное решение вот здесь давайте попробуем разобраться а что такое Любарский сейчас сказал на мой взгляд это пример такой совершенно примитивной демагогии попытки запутать людей для того чтобы не донести до них какую-то мысль здравую а просто повесить на уши совершенно бессмысленный нарратив который при этом в сознании останется но смысла иметь никакого не будет создавая при этом негативное отношение к персоне которую имеет ввиду вот говорящий в данном случае Любарский в отношении Трампа первое что он сказал что по имеющейся у него информации что за информация где он ее взял он не говорит хотелось бы конечно источник этой информации посмотреть надеюсь что он открытый это не какой-нибудь инсайт из Белого дома или из ЦРУ а может даже из Кремля потому что Трамп сейчас не имеет отношения ни к одной из этих организаций так вот Любарский говорит что по имеющейся у него информации на текущий момент Трамп сейчас принимает решение какое решение сейчас может принимать Трамп имеется ввиду конечно решения которые могут повлиять на ситуацию внутри политическую в Соединенных Штатах тем более на внешнеполитическую Трампу нет никакого статуса кроме как статуса кандидата в президенты который прошел праймерис внутри республиканской партии поэтому сразу же отпадает вообще этот вопрос Трамп не может принимать никаких-то никаких-либо решений и в глубине своего интеллекта Любарский видимо это понимает поэтому сразу добавляет или адвокатирует употребляет такой достаточно специфический термин который в общем-то тоже обозначает некие такие расплывчатые действия которых Трамп делать тоже в своей ситуации в своем статусе не может видимо после употребления слова адвокатирования до Любарского тоже дошло что он говорит какой-то абсурд и поэтому он добавил или предполагает а здесь вообще нонсенс откуда может быть у Любарского информация о том что предполагает Трамп то есть он не говорит об этом не делает предполагает то есть он содержит в своем сознании мысли какие-то планы чтобы вот что-то сделать но откуда Любарский может это знать откуда у него может быть такая информация поэтому вполне возможно предположить что все что сказал сейчас в этой фразе Любарский это абсолютный абсурд набор слов и не что иное как пустопорожная демагогия здесь кстати Любарский очень напоминает некого подалека говорящую голову офиса президента Зеленского который тоже кроме как демагогии ничем не занимается и стилистика речи у них несколько похожа и даже надо сказать акцент я вначале понять не мог откуда такой акцент в русском языке у Любарского думаешь что-то знакомое такое и неожиданно потом вспомнил я точно такой же акцент встречал когда покупал какие-то фрукты на рижском рынке в Латвии в городе Риге у молдавских колхозников которые там вовсю торгуют и вот они на латышском языке говорить не могут и поэтому конечно же общаются на русском потому что молдавского румынского там тоже никто не понимает и вот почему-то у них акцент когда они говорят на русском языке практически даже в интонациях совпадает с акцентом Сергея Любарского я не знаю почему так получилось я просто свои наблюдения сейчас рассказывают совершенно ничего не имея в виду хотя казалось бы если человек думает по-английски как утверждает сам Любарский в одном из своих роликов он это сказал и говорит по большей части и большую часть своей жизни на английском языке то и акцент когда он говорит на русском языке должен у него быть похожим на акцент англоговорящих и англодумающих людей но нет ничего англоязычного в акценте Любарского точно нет уж я-то это знаю абсолютно точно и какое все-таки катастрофически неправильное решение предполагает Трамп Любарский Сергей к сожалению так и не детализировал а лишь сделал какие-то утверждения которые не могут быть ничем иным как только его личный и не факт что правильной точкой зрения рассказывая о том что Трамп якобы намерен отдать Путину часть территории Украины то есть здесь налицо факт такого нечистоплотного передергивания даже не фактами а какими-то умозрениями личными предположениями и выдавания этих своих умозрений не факт что правильных за якобы какую-то существующую реальность это нечистоплотный мерзкий выражаясь терминологией Сергея Любарского приемчик который используют многие так называемые журналисты не он конечно же один и надо заметить что чем известнее журналист тем чаще он такие методики использует ярчайший пример шурик не взоров а дарованный зеленским украинским гражданством кстати ведь у Сергея Любарского тоже наверное должно быть украинское гражданство если он выезжал в Соединенные Штаты уже из Украины после распада Советского Союза вот если еще из Совка выезжал то скорее всего нет ну ладно при встрече в эфире я ему этот вопрос обязательно задам для того чтобы уточнить эти детали его биографии Трамп физик фискал и иреспонсибл Трамп тратит деньги он не сокращает дефицит бюджета он увеличивает дефицит бюджета дальше Сергей Любарский решил поупражняться на экономические темы и перечисляя значит негативные стороны Трампа он заявляет что Трамп физикали иреспонсибл вначале он правда чуть не сказал физикали иреспонсибл то есть физически как бы безответственный несостоятельный да а потом поправился вовремя и сказал что он как бы безответственный в плане финансов в данном случае как это звучит в плане налоговых сборов там то что касается фискальной системы ну бывает да конечно когда особенно думаешь по-английски то эти слова могут вполне себе в голове перемешаться значит в любом случае Сергей Любарский обвиняет Трампа в том что он значит экономикой вообще не занимался и увеличивал только дефицит бюджета и это естественно было очень плохо для Америки а при демократах типа этот дефицит бюджета был меньше но это конечно так недавно совсем были дебаты о том упадет ли Соединенные Штаты Америки в дефолт или нет при Байдене уже естественно при Трампе так вопрос не стоял но по всей вероятности Сергей Любарский изучал экономику примерно так же как и я поскольку он учился в институте я так понимаю в Харьковском еще в советские времена и вроде как даже чуть ли не в политехническом или в каком-то там техническом не знаю точно спросим у него если встретиться удастся я тоже учился в советские времена в Ленинградском политехническом институте и там был такой предмет социалистическая экономика понятно что никакой социалистической экономики не существует никогда не существовало было управление некими экономическими процессами со стороны государства к огромному моему кстати разочарованию когда я уже столкнулся с некоторыми элементами западной экономики я понял что конечно сейчас многие будут смеяться и кидать в меня камнями в том числе и тот же самый Любарский но как таковой рыночной экономики на западе тоже давно уже не существует видимо раньше когда-то она была сейчас к сожалению тоже есть некие экономические финансовые процессы которые управляются с одной стороны государством а с другой стороны огромными транснациональными корпорациями и собственно говоря экономика вот та социалистическая она отличается вот от этой как бы западной рыночной только тем что там социалистической вот этих транснациональных корпораций не было управление было а здесь еще в добавлении к государству появляются транснациональные корпорации которые не несут такой ответственности перед населениями как государство потому что являются как бы частным бизнесом и со всеми вытекающими последствиями никакой ответственности чисто бизнес и в этом главное отличие но это мое сугубо личное мнение мои наблюдения жизненные поскольку я сталкивался с социалистической советской экономикой и с пост социалистической в 90-х годах в России и вот здесь уже сталкиваюсь второй десяток лет с западной так называемой рыночной Сергей Любарский насколько я понимаю с совковой социалистической экономикой тоже сталкивался а вот с той экономикой которая начала иметь место быть на территории бывшего советского союза он никогда не сталкивался он сразу перескочил в экономику западную и по всей вероятности у него не было вот этого переходного периода это как все равно что из феодализма сразу попасть значит в развитой капитализм без всякого переходного периода даже не из феодализма а скорее из рабовладельческого строя поэтому к сожалению для него конечно у него не было этой переходной стадии которая кстати очень полезна на самом деле потому что помогает вот просто воочию там не с помощью теоретических каких-то измышлений и изучения научных трудов а что называется фейс ту фейс столкнуться с этой самой экономикой чтобы понять что она такое из себя представляет и какое влияние оказывает на конкретного человека как субъекта этой экономики вот Любарский значит показывая какие-то графики таблицы диаграммы как угодно можно назвать значит рассказывает о том что Трамп финансово безответственный руководитель администрации Соединенных Штатов и при нем шло сплошное увеличение дефицита бюджета а демократы на его фоне гораздо более ответственные но тоже в детали он не вдается хотя как я понимаю у него еще есть западное образование МБА он вроде бы в Америке получил но предпочитает не углубляться в то чего значит понять не в состоянии ни один интеллект даже искусственный потому что я по поводу науки который называется экономика имею особое мнение не буду сейчас распространяться на эту тему потом если будет время можно порассуждать но в любом случае вот эти экономические свои умозаключения Любарский снова переносит с Трампа на Азаркина называет его вот сержант Андрей Азаркин значит делая акцент на том что он сержант что он не просто гражданин Америки такой же как все а он еще и сержант и значит дальше Любарский приводит там кадры фрагменты из выступления Андрея Азаркина где он тоже рассказывает вот про этот дефицит бюджета но со своей точки зрения с точки зрения простого обывателя не академика ученого который там оперирует большими понятиями там всяких фондовых рынков и других финансовых деривативов а просто как человек который наблюдает эту экономику который сталкивается с ней каждый день и понимает ее естественно со своей простой человеческой точки зрения а Любарский его пытается показать в таком свете что вот он значит все трактует как сержант какой-то потому что вот это употребление в данном случае слово сержанта оно конечно тоже направлено на некоторое такое пренебрежение к фигуре Андрея Азаркина почему я категорически против Трампа и был бы другая альтернатива голосовал бы за другую альтернативу потому что Трамп будучи популистом я скажу это еще раз чтобы было понятно считаю Трампа популистом для которого власть важнее принципов он просто идет за властью вот здесь Любарский излагает свою пятую позицию почему для него неприемлем неприемлем и можно сказать ненавистен этот самый Трамп потому что Трамп по мнению Любарского популист хотелось бы конечно спросить может ли Любарский назвать какого-нибудь другого политика который не популист потому что любой политик он является конечно же популистом он популяризирует свои идеи с которыми он идет во власть для того чтобы сделать эти идеи популярными среди населения которое его во власть выбирает и для того чтобы потом используя эту власть эти свои идеи которые он популяризирует распространяет среди паблика реализовывать в жизнь таких людей среди политиков нет я по крайней мере не знаю может быть конечно Сергей Любарский знает но опять-таки при встрече в эфире обязательно попрошу назвать фамилии и имена может быть Ники Хелли не популистка и она идет во власть с какими-то другими целями она просто вот совсем не популистка она говорит вот эти вещи о том что надо все бросить и помогать Украине все что есть и все чего нету отдать Украине и поэтому она не популистка она реалистка с точки зрения Любарского может быть конечно у нас понятие понимание вот этого термина популизм разное с Любарским все-таки я прошел этот период после Совковой находясь в России а он нет поэтому вполне возможно что его сознание сразу перекинулось в ментальность западного мира а мое еще долго оставалось в пост Совковой России Любарский утверждает что для Трампа власть важнее принципов он просто идет за властью а что другие политики которые идут за властью они принципы впереди вот этого стремления попасть во власть ставят какие-то опять-таки хотелось бы услышать имена таких политиков и вообще о каких принципах собственно говоря идет речь Любарский тоже не объясняет а просто говорит что для Трампа принципы никакие не важны с моей точки зрения как раз Трамп показал уже на посту президента что для него принципы гораздо важнее для него было принципиальным заблокировать строительство северного потока 2 почему потому что это было в интересах не сколько Европы сколько Соединенных Штатов Америки и он это выполнил для него было принципиально закрыть границу для нелегалов между Мексикой и Соединенными Штатами и он этот принцип исполнял он начал строить стену не успел ее достроить кстати строительство прекратил пришедший на его место Байден и так по каждому вопросу для Трампа было принципиально ликвидировать террориста номер один в мире вот этого начальника там исламских стражей революции и он это сделал для него было принципиально показать кто на сирийской поляне хозяин и он не задумываясь отдал приказ на уничтожение значит группы там этих пригожинских ЧВКшников которые перешли красные линии то есть он действовал на основании своих принципов которые он не скрывал для него было принципиально помогать Израилю и обеспечивать его безопасность и он это делал и во время его правления не было фактически никаких крупных террористических актов более того палестинские террористы денег от Америки не получали и это было принципиально и Трамп явно руководствовался этими принципами для него было принципиально перенести посольство Соединенных Штатов Америки из Тель-Авива в Иерусалим потому что это доказывало то что Америка с Израилем и то что они признают Иерусалим столицей Израиля а не какой-то там палестинской автономии и он этот принцип выполнил Многие президенты Америки до Трампа тоже как бы говорили что это надо делать но принципов своих не придерживались и Трамп оказался единственным кто придерживался этого принципа поэтому утверждение Любарского о том что Трамп типа просто идет в политику и для него никакие принципы не важны ну это просто откровенная ложь и неправда иначе назвать как это нельзя Я искренне подчеркиваю безъерничество искренне горд за американскую армию если любой американский сержант так владеет экономическими понятиями человек готов вам читать лекцию по экономике здесь Любарский проявляет особый цинизм утверждая что он серьезно безъерничества гордится американской армией если в ней каждый сержант так разбирается в экономике как сержант Андрей Азаркин и на мой взгляд это конечно цинизм особый такой глубокий и очень мерзкий выражаясь опять-таки терминологией самого Любарского Любарскому конечно необходимо он просто обязан гордиться тем что в американской армии есть такие сержанты как Андрей Азаркин в том числе которые не только в экономике разбираются но и в жизни вообще а вообще жизнь свою отдают для того чтобы и рискуют ей постоянно в том числе в горячих точках где этот сам Андрей Азаркин воевал для того чтобы такие как Сергей Любарский могли спокойно заниматься демагогией и зарабатывать при этом гораздо большие деньги чем такие сержанты которые реально с оружием в руках защищают эту самую демократию свободу таких как Любарский от таких как нелегальные иммигранты которые сегодня заполонили Европу Америку и Великобританию поэтому в данном случае на мой взгляд цинизм Любарского он просто омерзителен потому что он реально ерничает и с очень мерзкой подоплекой над тем что типа вот Азаркин сержант а еще что-то тут про экономику рассказывает типа разбирается еще лекции даже готов читать и что есть каждый такой сержант в американской армии то поэтому Любарский за нее очень горд еще раз повторюсь на всякий случай что Любарский обязан быть гордым за эту американскую армию потому что если бы не она ему не удалось бы никогда покинуть свой Харьков и оказаться в этой самой Америке если бы такие сержанты как Андрей Азаркин в этой самой американской армии не служили ну и заодно еще про одного напомню про Юру Табаха который не сержант а офицер американской армии который прослужил там 30 лет вот если бы не такие как они они выходцы просто из России я их знаю поэтому я о них упоминаю наверняка там еще огромное количество таких же как они вот если бы не они никакой бы Любарский ни в какой бы Америке никогда бы не оказался да он даже в Израиле бы не оказался а жил бы до сих пор в Харькове и был бы там скорее всего каким-нибудь таким прощелыгой следачком из районной ментовки потому что уж очень его манера общения с людьми напоминает вот манеры этих вот прощелыг следачков которых огромное количество как в России так и на постсовковом пространстве в том числе и в Украине и вполне возможно что Любарский с его академическим подходом и высоким интеллектом оказался бы одним из них в звании какого-нибудь майора уже вот в его-то возрасте наверняка бы из капитанов выкаркался бы при нем расходы росли быстрее и Трамп не собирался не собирается и никогда не будет потому что это не популярная мера уменьшать социальные программы в данном случае Любарский проявил себя на мой взгляд абсолютным дилетантом в вопросах касающихся экономики он утверждает что Трамп не сокращал и не будет сокращать социальные программы а почему собственно говоря Трамп должен сокращать вот эти вот самые социальные программы Любарский считает это популизмом то есть нежелание президента в данном случае Трампа сокращать социальные программы это популизм а почему это популизм программы социальные не должны сокращаться они должны увеличиваться за счет увеличения бюджета чем больше бюджет страны тем больше может позволить государство тратить на социальные программы это хорошо потому что социальные программы направлены на поддержку населения здесь вопрос то совершенно в другом Какого населения? Своего коренного населения? Увеличение пособий различных, на рождение детей и много-много чего. Медицину, это все социальные программы, в общем-то. Любарский, видимо, просто этого не знает. И они обязательно должны всегда увеличиваться, а не сокращаться. Это обязанность любого руководителя страны, особенно всенародно избранного, улучшать социальное обеспечение граждан своей страны. Это вовсе не социализм, это не на халяву, это просто предоставление наибольших возможностей за счет того, что люди платят налоги, на их налоги обеспечивать такую социальную инфраструктуру, которая улучшает качество жизни людей. Это все нормально. И Любарский говорит абсолютную чушь. Все дело в том, опять-таки, для каких групп населения эти социальные программы уменьшать или сокращать. Ведь что произошло при Байдене? Социальные программы, практически, ну, расходы на них остаются теми же. Только на кого теперь эти деньги расходуются? На те самые 9 миллионов нелегалов, которые вторглись в страну, которые обеспечиваются там жильем, кормежкой и многим-многим другим сопровождением даже, чисто бюрократическим. Это тоже расходы бюджета, между прочим. Я это говорю тоже не понаслышке. Я это вижу своими глазами, потому что то же самое происходит в Великобритании. Социальные программы остались те же, только теперь они направлены не на коренных жителей этой страны, а вот на этих нелегалов. Им дают муниципальное жилье бесплатно, их расселяют в отелях, им, естественно, дают деньги на питание. Они пользуются всей инфраструктурой, созданной не ими, совершенно бесплатно. И всякая социальная помощь, оказывается, их языку обучают бесплатно, навыкам каким-то и многому-многому другому. И все это за счет социальных программ. Только теперь средства этих социальных программ тратятся совсем на других людей, на пришлых, на чужих, на нелегально ворвавшихся в эту страну. По сути, на криминал, потому что нелегальное пересечение государственной границы – это самое, что ни на есть криминал, по большому счету. И об этом надо вести речь. А Любарский обвиняет Трампа в том, что он не собирается сокращать социальные программы, потому что популисты так никогда не делают. Да это ни один ответственный руководитель страны не будет делать. Потому что в чем роль-то тогда государства, если как не в обеспечении улучшения качества жизни людей, а это делается как раз за счет социальных программ. А говорить надо о том, что деньги сейчас и в Америке, и в Европе, и в Великобритании из этих социальных программ тратятся не на тех людей, не на тех, кто достоин, кто заслуживает пользоваться этими социальными программами. И сегодня социальными программами пользуются не те люди. Поэтому Трамп, когда он говорит о том, что Америку необходимо избавить от нелегалов, как раз и увеличит расходы в рамках этих социальных программ на людей, которые заслуживают, которые достойны этих программ, для которых эти программы и делались. То есть для коренных легальных граждан Соединенных Штатов. И не надо ничего уменьшать. Просто из этих социальных программ деньги достанутся. И ресурсы всевозможные достанутся тем людям, которые по закону должны их иметь. А не этим вот нелегалам, которые сегодня все это хавают совершенно на халяву, совершенно незаконно. Вот как надо рассматривать социальные программы. Именно в этом аспекте. Но великий экономист Любарский почему-то до этого не догадался. Об этом тоже можем подискутировать, если встретимся в прямом эфире. То есть Любарский, по сути, хочет, чтобы президент Соединенных Штатов уменьшал социальные программы. Странно, что не предложил и бюджет заодно уменьшить. Социальные программы автоматически бы сократились. Вот таким вот, к сожалению, а может быть к счастью, выставляется фигура Любарского в качестве уже великого экономиста. Все, что хочет сказать Азаркин, кудес, комплименты, только одна беда. Это все неправда. Нет, неправда, что теория так работает, на практике так не работает. Я случилась по образованию дейта-аналитик, люблю данные, не люблю теорию, люблю смотреть на циферки. Здесь опять мерзкий журналистский приемчик. Как бы да-да-да, все, что говорит Азаркин, очень хорошо, кудес, но только все это неправда. И все, что остается в сознании неподготовленного зрителя, это вот эти утверждения, что все, что говорит Азаркин, это неправда. И это уже должно восприниматься как факт. И, значит, дальше Любарский говорит, что он, оказывается, по образованию, по своему дейта-аналитик, любит работать с циферками. И с помощью циферок он будет доказывать, что все, что говорит Азаркин, все очень хорошо, только неправда. Потому что на практике это ничего не работает, а только в теории, что тоже само по себе очень абсурдное утверждение. Но, видимо, дейта-аналитикам это очень свойственно. В общем, короче, остается непонятно, а who is мистер Любарский? То он журналист, то он экономист, то он эксперт, то он дейта-аналитик. Ну, это, в принципе, неважно. Главное, что человек разносторонний и, как говорится, в каждой бочке затычка. Только куда ни ткнись, как только не начнешь разбираться, а что там, собственно говоря, Любарский говорит с таким умным видом, оказывается, что он везде просто дилетант. И Трамп ничего не сделал и ничего не сделает. Еще раз подчеркиваю, не надо мне рассказывать про падение государственных доходов. Это неправда. Просто неправда данные показывает. Трамп никогда ничего не сделает. Он не пойдет против собственной популярности по уменьшению федеральных социальных программ. Я пропустил, с вашего позволения, эти все рассказки там про циферки, потому что это в чистом виде не дейта-аналитик, а дейта-демагогия какая-то. Цифровая, я бы так сказал, демагогия при работе с данными. Вместо того, чтобы что-то объяснять популярным языком, популяризировать свои знания глубокие аналитические, он просто запутывает. Поэтому я опять вырезал из его высказываний то, что касается Трампа, где он утверждает, что Трамп никогда не пойдет на сокращение социальных программ, потому что это повредит его популярности. И сразу возникает вопрос, о какой популярности нужно говорить, если это будет уже второй срок президентства для Трампа. И для него проблема следующих выборов уже стоять не будет. Поэтому вполне вероятно предположить, что он будет заботиться не столько о своей популярности, сколько о том, чтобы сделать что-то полезное для страны. Не для себя, а для страны. Потому что всем и так понятно, что во время своего первого президентства Трамп ничего не заработал, а только потерял. Он даже свою зарплату президента отправлял в какой-то фонд. В отличие от того же Обамы, который пришел не кем, а вышел всем с огромными уже мультимиллионными накоплениями. Поэтому когда Любарский начинает обвинять Трампа в том, что для него самое главное это его популярность, поэтому он никогда не пойдет на сокращение социальных программ. Я об этом уже говорил, повторяться не буду, что никто никогда не будет сокращать социальные программы. То есть вот эти обвинения Трампа в заточенности только на то, чтобы сохранить свою популярность, это откровенная клевета в сторону Трампа, который в данном случае занимается Любарский в созвучии в полном сошвецом каким-нибудь или Рашкиным. И при этом не была сделана реформа по границам, он об этом говорит, я просто не перевел этот кусок, не была сделана реформа по отмене Обама-Керр, и не было сделано еще очень много чего. Ответ очень простой, Трампу помешали Маккейны и прочие, да, потому что Трамп не понимает, как работает наша политическая машина. Здесь началось какое-то уже абсолютно зашкварное вранье. Любарский утверждает, что Трамп, когда был президентом, не было сделано ничего, в частности, не была сделана реформа границы. А строительство стены, это разве не реформа границы? Это самое, что ни на есть, радикальная реформа границы. Раньше до Трампа она была открытой, и только какие-то отряды рейнджеров там отлавливали этих нелегалов. Не вполне успешно, потому что невозможно на таком протяжении отлавливать на всей границе. Поэтому Трамп принял радикальное решение, которое и было реформой границы. И начал строить стену, чтобы невозможно было просто так взять и перейти из Мексики в Соединенные Штаты нелегально. Но Любарский не понимает, что ли этого, что это реформа. Утверждает, вернее врет, что Трамп не сделал никакой реформы. Это вот его тоже очень сильное вранье. И, в общем-то, откровенная клевета на Трампа. Очень созвучная, еще раз повторюсь, со Швецом Пиантковским, Рашкиным и примкнувшим к ним так называемым антитрампистам, которые тоже выполняют определенную программу, определенную задачу по поливанию Трампа необоснованным совершенно дерьмом. Этим же занимается и Сергей Любарский. Только как бы немножко с другой стороны. Отдельно от тех, которые уже всем надоели. И издатели этого проекта прекрасно это понимают. Поэтому меняют этих надоевших на свеженьких. А дальше опять абсурдное утверждение. Любарский говорит, что Трамп не понимает, как работает наша, ну их американская. Значит, политическая система. То есть человек 4 года пробыл на посту президента. Сделал очень много, как внутри Америки. Жизнь улучшилась, это все говорили. Налоги стали меньше платить. Безработница резко упала. И рост экономики был налицо. Бензин, кстати, резко подешевел. Потому что Трамп добился понижения цен на нефть на мировом рынке. Почти, по-моему, до 40 долларов тогда за баррель. И при этом, значит, Зеленский... Пардон, оговорился. Конечно же, Любарский. Зеленский тоже много чего плохого про Трампа говорит. Но Любарский в некоторых моментах на него становится похожим. Вот при этом Любарский спокойно так лжет в сторону Трампа и говорит, что тот ничего не понимает, как работает американская политическая система. Это говорит человек, который сам никогда политикой не занимался, а занимался только анализом неких данных. Непонятно, кстати, каких. Потому что Трамп не понимает, как работает наша политическая машина. Такая, какая есть, другой у него не будет. Он, обещая очень многое, может быть, желая это исполнить, не обладая политической гибкостью... Специально еще раз вырезал эти слова Любарского о том, что Трамп не понимает, как работает американская политическая машина. Ну, то, что Трамп не обладает политической гибкостью, со слов Любарского, на мой взгляд, это является как раз его заслугой, положительной чертой. Потому что эта гибкость, так называемая, политическая, довела и Европу, и Америку, и Великобританию, весь цивилизованный, собственно говоря, западный мир, до того состояния, которое предшествует абсолютному кирдыку, именно из-за этой самой политической гибкости. Нужна не политическая гибкость, а политическая решительность и политическая воля. Но это не для Любарского. Он, видимо, больше склонен к гибкости во всех сферах, особенно в цифровой аналитике. И вот еще, что интересно, он здесь заявляет, что другой политической машины у Трампа не будет. И вот в этом опять проявляется абсолютнейший дилетантизм этого самого Любарского, который не понимает, для чего Трамп приходил во власть и для чего идет снова. Он идет для того, чтобы поменять, сломать вот эту старую политическую машину и поменять ее на новую, работоспособную, дееспособную, которая может в том числе сопротивляться активно и агрессивно, когда это надо, тому мировому злу, которое сегодня выстраивается, вот на этой пирамидке, наверху которой сидит коммунистический Китай, пониже путинская, чекистская Россия, потом идут всякие Ираны, хизбаллы, хамасы в Газе, ну и, конечно же, хуситы с Венесуэлой. А Любарский ничего этого не понимает и заявляет, что другой политической машины у Трампа не будет. Здесь я готов спорить на какие угодно суммы, что в случае с тем же Любарским, тоже предлагая ему пари, что если Трамп станет президентом, то он обязательно поменяет эту самую политическую машину. Он заткнет подальше этот самый дип-стейт, то есть вот эту бюрократию, социал-коммунячью, которая сегодня захватила, по сути, власть в Соединенных Штатах Америки. И таким образом поменяет эту самую политическую машину, она будет другой, она будет работоспособной, дееспособной, эффективной и прогрессивной. Так что, Любарский, предлагаю вам пари, что если Трамп придет к власти, станет президентом и зайдет снова в Белый дом, политическая машина в Соединенных Штатах будет другая, и она будет у Трампа. Так что давайте, Любарский, делайте ваши ставки. Как раз в этом и есть огромное отличие Трампа от всех остальных рвущихся к этой власти, от того же Байдена, которые идут во власть лишь для того, чтобы сидеть на этой устарелой, заржавевшей политической машине и ничего, собственно говоря, не делать. Для ее реформирования, реструктуризации, импрувинга, ну и всяческого улучшения. Потому что эта старая, она позволяет коррупцией заниматься, потому что там все прогнило. И она является очень такой удобной политической машиной для коррупционеров. А для тех, кто хочет принести пользу своему народу, своей стране, эта политическая машина, конечно же, не подходит. И Трамп в нее абсолютно не вписывается. И она ему не нужна. Но у него будет власть, будут полномочия для того, чтобы эту старую политическую машину поменять. Я почему-то уверен, что именно этим он и займется в первую очередь для того, чтобы осуществить все возможные изменения в стране под названием Соединенные Штаты Америки. Для того, чтобы очистить ее от этой опухоли под названием нелегалы, от этой инфекции, которая пострашнее того самого микроба или кто он там был, вируса. Не буду говорить название, а то опять заблокируют, как уже это было с моим каналом. Вот для этого Трамп идет во власть. А не для того, чтобы обогащаться за счет нее, как это делал Обама и многие предшественники. Не говоря уж о Байдене, который умудрился коррупцией заниматься даже в этой несчастной Украине и в том же Китае. И даже от Батуриной жены бывшего мэра Москвы Лужкова умудрился какие-то там миллионы получать. Ну, вернее, сын его получал, это установленный факт. Но папаша тоже явно не был в неведении. Не сделает ровным счетом ничего, чего он обещает, потому что он один человек-оркестр. Ну, здесь еще просто один плевок такой специальной, специфической, я бы сказал, антитрамповской пропаганды, которые занимаются те же самые Рашкин, Пянтковский, Швиц и Муждабаев какой-нибудь, на точно таком же уровне, немножко только с другой стороны. Вот этот самый Любарский занимается контрагитацией против Трампа, склоняя людей делать выбор в другую сторону, в сторону социал-коммуняк, или вообще просто не приходить на выборы, что тоже выгодно, конечно же, этому самому Байдену. Легче фальсифицировать будет эти выборы. Он идет сам, он не идет с партии, он не сторонник республиканской партии, он, как сам только что сказал в ролике, ему насрать на республиканскую партию. Вот здесь я, поскольку люблю точность в словах, как, видимо, Любарские любят точность в циферках, циферки я тоже умею разбирать, долгое время этому учился. Поэтому я нашел транскрипт этой речи Трампа специально, ну, профессионально сделанный транскрипт, то есть все, что он сказал, записали на бумаге. И специально вам теперь показываю то, что было сказано Трампом. И там нет слова, которое употребил Любарский. Я не знаю, зачем он это сделал. Вот это вот выражение, которое написано со словом «щет», оно имеет специфическое значение и переводится действительно, как бы, мне плевать. Собственно говоря, так и было переведено, видимо, тем самым искусственным интеллектом, которым пользуется Любарский. И он показал этот перевод вот в одном из предыдущих фрагментов. Вы его видели. Там действительно перевод звучит, как плевать. Дальше идут слова «I don't care», значит, я об этом не забочусь, мне все равно. И это правильный перевод. А таких слов, которые зачем-то употребил высокоморальный, высокоинтеллектуальный Любарский, которые, кстати, такие же слова употребляли те самые молдаванские аграрии, которые встретились мне на рижском рынке в городе Рига в Латвии. Это у них было распространенное слово, когда они общались между собой. Громко, конечно, вслух, когда они разговаривали с покупателями. Непонятно, для чего Любарский употребляет такие выражения, но, видимо, для того, чтобы как бы с доказательной базой в руках убедить своих зрителей в том, что он действительно высокий интеллектуал. И рассказывать, какие плохие демократы, которые не дают ему сделать те прекрасные реформы, которые он обещал Андрею Азаркину сделать. И Андрей Азаркин запишет много роликов, какие плохие демократы. Здесь Любарский разошелся в таком своем демагогическом словоблуде, обвиняя уже заранее и Трампа, который будет говорить, что реформы ему не дали сделать плохие демократы, а заодно и Азаркина, как избирателя Трампа, который тоже будет записывать ролики и рассказывать о том, какие плохие демократы, что не дали Трампу выполнить обещания, которые Трамп обещал этому самому Андрею Азаркину. И это вообще циничная, такая совковая агитация, которую использует в данном случае этот самый Сергей Любарский для того, чтобы принизить, собственно, Трампа как кандидата в президенты, а заодно и его избирателей. Показать, что и Трамп простой словоблуд, который что-то там обещает, ничего не выполняет, а потом винит демократов, которые якобы не дали ему что-то выполнить, и избиратели у этого Трампа такие же, как вот этот вот самый сержант Андрей Азаркин, которые лекции готовы читать по экономике, но потом будут просто грустно плакать и записывать ролики о том, какие плохие демократы, которые не дали Трампу, исполнить его обещания, которые он давал своим избирателям, таким как сержант Андрей Азаркин. Вот такой прием демагогический использует в данном случае Сергей Любарский, абсолютно уподобляя Сарашкину, Швецу, Фейгину и другим Арестовичам, которых он при этом публично как бы клеймит позором и правильно делает. Но опять-таки в рамках большого проекта, который не так легко охватить глобально, это все очень закономерно и логично. Новая функция, появляется новый проект, который как бы сам поглощает старый проект, который всем надоел, клеймит его позором, обвиняет во всем, критикует, опускает и на этом деле сам вылезает. Но функции исполняет точно такие же, как и старый проект. В данном случае функция этого нового проекта, аналогичная функциям старого проекта, в том, чтобы поливать дерьмом Трампа и в данном случае его избирателей в лице конкретного потенциального избирателя Трампа, сержанта вооруженных сил армии США Андрея Азаркина. И вот тот срач, который устроил Трамп и который, видимо, генетически или телепатически передается Андрею Азаркину, здесь тоже очень интересный момент. Сергей Любарский уже выступает в качестве специалиста по генетике. Какая интересная может быть генетическая связь между Дональдом Трампом, урожденным американцем, и Андреем Азаркиным, который родился в одной из стран бывшего Советского Союза и переехал затем в Соединенные Штаты Америки, где вступил в ряды вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и участвовал в том числе в боевых действиях в горячих точках этой планеты. Еще можно было бы логически предположить какие-либо генетические связи между самим Любарским, тем же Рашкиным, тем же каким-нибудь Гордоном, Фейгиным и другими представителями высшего света нынешней оппозиционарной журналистики. Но при чем здесь генетическая связь Трампа и Азаркина? К чему это демагогическое словоблудие, которое Любарский пытается представить своим зрителям в виде, так сказать, цифровой аналитики? Упоминание о неких телепатических связях между Дональдом Трампом и его избирателем тоже как-то выглядит нелепо. Ну, если, конечно же, Любарский считает себя ученым, человеком с высшим образованием, которое он получил в Совке, так же, как и я, первое высшее образование, а потом модифицировал его уже в западном мире, то при чем здесь телепатия? Есть какие-то научные доказательства того, что телепатические связи между людьми существуют? Я лично об этом не знаю, но вполне возможно, Любарский что-то об этом знает, как человек с продвинутым интеллектом. Опять-таки, есть повод спросить его об этом во время личной беседы face to face в прямом эфире. Попробуем обязательно это сделать. И, пожалуйста, Сергей Любарский, когда вы будете слушать мою речь, пожалуйста, этот вопрос запишите себе, потому что я буду обязательно спрашивать вас об этом, чтобы вы подтвердили ваше умозаключение наличием каких-либо научных подтверждений телепатических связей между людьми. В любом случае, все эти мерзкие приемчики, которые применяет Сергей Любарский, выглядят как такое принижение, собственно говоря, избирателей Трампа в лице того же самого Андрея Азаркина. Потенциальных, конечно же, избирателей. Вполне возможно, что Азаркин изменит свое мнение и не будет голосовать за Трампа. Время до выборов еще много. Мало ли что может случиться. Но, тем не менее, в настоящий текущий момент он является потенциальным его избирателем. Ну и, конечно же, поливание дерьмом того самого Трампа, который якобы генетическим, даже образом, не говоря уж об этом телепатическом, влияет на своих избирателей. Это, конечно, абсурд и чушь, но вполне можно предположить, что на умы некоторых доверчивых зрителей вот этого самого Любарского, у которого подписчиков уже больше, чем 100 тысяч, вот такая хрень может подействовать. Точно так же, как всякая чушь, которую несли Фейгин и Арестович в своих совместных эфирах, действовала на умы доверчивых миллионов их подписчиков. Вы на кого работаете? На базарных бабушек? Кому вы обращаетесь с этим аргументацией, с этой уровнем аргументации? Зачем вы это делаете? Вы хотите моей помощи в поддержке Трампа? Здесь сюжет разворачивается вообще очень интересно. Любарский, опять-таки, с видом академика, он же учитель труда или физкультуры в начальной школе какого-нибудь совкового провинциального города, обращается к Азаркину, обвиняя его в том, что он Азаркин, сержант вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, который принимал участие в боевых действиях непосредственно в горячих точках этой планеты, работает на базарных бабушек. Здесь вопрос возникает, а кто такие базарные бабушки? Откуда вообще такое понятие взял вот этот высокоинтеллектуальный американец, которого зовут Сергей Любарский? Ну, откуда он мог его взять? Ну, если только не из того самого совка, где по всей вероятности он ментально завис и вытащиться отсюда не может никакими усилиями. Все прямо в соответствии с той самой поговоркой, что можно вытащить девушку из провинции, но провинцию из девушки вытащить нельзя никогда. Так же получается и в отношении Сергея Любарского. Используя вот эти термины типа провинциальных бабушек, которые я почему-то уверен на сто процентов в американской армии не используются и никто даже не знает такого выражения, потому что навряд ли в Америке вообще существуют базарные бабушки. А вот в Совке они существовали. Ну, а поскольку Харьков был тоже провинцией того самого Совка, видимо они были и там и очень запомнились Сергею Любарскому. Может быть даже они были членами его семьи. Поэтому он, так сказать, думая по-английски, по-русски вспоминает при этом базарных бабушек и обвиняет сержанта американской армии в том, что он работает на этих самых базарных бабушек. Кстати, для справки, сержант в американской армии это вовсе не тот сержант, который имеется в виду в армии советского образца и в сегодняшней российской и даже в украинской. Это совсем другой статус. И Любарскому надо на всякий случай выяснить подробности и все детали этого самого статуса сержанта американской армии для того, чтобы понимать с кем он имеет дело, когда обвиняет Азаркина в том, что он работает на базарных бабушек. Еще вот этот вопрос Любарского как бы к Азаркину. Любарский спрашивает Азаркина, вы что хотите, чтобы я вам помог с избранием Трампа? Если быть более точным, Любарский спрашивает Азаркина, вы хотите моей помощи в поддержке Трампа? Вопросительный знак. С чего Любарский взял, что Азаркин хочет помощи вот этого самого Любарского в поддержке Трампа? Абсолютно очевидно, что Трамп точно не нуждается в поддержке подобных дилетантов и маргиналов. И Азаркин ни в одном из своих выпусков ни разу не говорил о том, что он хочет помощи Любарского в поддержке Трампа. Так что в данном случае Любарский проявил конечно величайший уровень собственного нарциссизма, в чем он обвинял Трампа. Никому поддержка Любарского не нужна, мне так очень кажется, именно в Америке. Если она кому-то и нужна, то это только Байдену, потому что все, чем занимается Любарский в Америке, это поливание дерьмом Трампа, на что, собственно говоря, и рассчитывает Байден. И вся эта демократическая, а вернее социал-коммунячья партия, которая присвоила себе совершенно несправедливо название демократическое. Так что думаю, что Любарскому надо обратиться с таким вопросом все-таки в стан этих самых социал-коммуняк и спросить их, а не нужна ли вам моя поддержка в том, чтобы поливать дерьмом необоснованным Трампа. Я с удовольствием буду это делать. Ну, вернее, он уже это делает, но мне кажется, что все-таки не по поручению демократической партии, а в рамках проекта, созданного несколько более в отдаленном месте пересечь Атлантику, по крайней мере, точно для этого необходимо, чтобы найти это место, которое спроектировало вот этот новый фейковый проект, который направлен на то, чтобы заменить проект фейгинский. Вы хотите от меня вот этими дешевыми методами, он вам, что ли, деньги должен получить покорность или заблюдство? Я этим не страдаю и вам не советую. Ну, здесь можно сказать, что фактически классический пример героя американских боевиков Сергей Любарский обвиняет какого-то там сержанта американской армии Андрея Азаркина в том, что он требует от этого самого Любарского какой-то покорности и лизоблюдства. Любарский с гордостью и брутальным мужеством отвергает любую возможность такого поведения с его стороны. Более того, дает очень такой стронг адвайс Азаркину, чтобы тот тоже этим никогда не занимался. По всей вероятности следует предположить, что именно эти качества дали возможность для Азаркина стать сержантом вооруженных сил Америки и продвинуться до такого уровня, что участвовать непосредственно в боевых действиях, в горячих точках на этой планете. Понятно, что без лизоблюдства, без покорности невозможно достичь таких высот в военной карьере. И, конечно же, есть все основания полагать, что сам вот этот Сергей Любарский достиг своего положения в Америке, конечно же, никогда не используя ни лизоблюдство, ни тем более покорность перед вышестоящим начальством. В общем, мы теперь понимаем, что героический образ офисного планктона в лице вот этого самого блогера Сереги Любарского, это, конечно же, гораздо более брутально, более мужественно, более полезно для Америки и ее народа, особенно в целях защиты прав людей и их свобод во всем мире, чем деятельность какого-то сержанта американской армии, в данном случае в лице Андрея Азаркина. И вот на этой пафосной, можно сказать, ноте я заканчиваю выпуск первой части этого рассказа о великом представителе сообщества офисного планктона Сергея Любарском. Не прошу вас ни лайки ставить, ни распространять эти ролики, просто оставляйте пожалуйста ваши комментарии, что вы думаете по всем поднятым мною вопросам в этом ролике, мне очень это интересно, я думаю, это будет очень интересно и Любарскому, и Азаркину, и Бравко. Продолжение следует, в следующем выпуске я остановлюсь на некоторых фрагментах из выступления Сергея Любарского, его предыдущих роликах, которые касались других персонажей, других блогеров, которых я считаю необходимым в некотором смысле поддержать, потому что, на мой взгляд, они являются более достойными представителями человеческого сообщества, чем любой из представителей офисного планктона. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующей второй серии этого рассказа.